Строительство новой школы в этом районе обсуждается уже несколько месяцев. Выбор места вызвал неоднозначную реакцию горожан. Однако местные жители, похоже, не против. В принципе, место хорошее. Возможно, что ездить не очень удобно будет. Так-то мы вот рядом живем. Нам бы удобно было ходить через дорогу в школу. Ближайшая школа у нас там на горе, а мы живем в этом доме, и нам бы было удобно посещать. То, что у нас церковь рядом находится, я думаю, тоже неплохо. По крайней мере, мне кажется, в плане преступности там не будет никаких вот таких вот случаев, что люди могут постерегутся. Вопрос выносили даже на публичные слушания. Но буквально недавно на сайте госзакупок появился тендер на разработку проекта. Новая школа будет расположена рядом с храмом Святой Екатерины, лыжной базой и лесом. Но не все считают, что место удачное. Здесь кругом разлилка, дорог, гаражи рядом, все, церковь. Как-то оно, я думаю, что оно не смотрится здесь, эта школа. И потом им даже погулять нету, никаких площадок, ничего, школу построят, а площадок нет. В самом храме к соседству с образовательным учреждением относятся положительно. Даже надеются, что количество прихожан увеличится. Сегодня надо детей воспитывать в духе православия. Хоть у них будет возможность, вот рядом, хоть кто-то забежит в храм, может кто-то ходить. Начнут ходить родители, дети. И через это, может быть, многие-многие придут в храме ко спасению своей души. Специалисты же, наоборот, считают, что место выбрано далеко не самое удачное. Минусов у площадки значительно больше, чем плюсов, уверяет директор проектной организации Станислав Анфиногенов. Радиус доступности должен обеспечиваться не меньше 300 метров от жилой застройки. В данном случае он не выдерживается. Рядом лес. Опять же, возвращаемся к СНИПу городостроительства. Расстояние от жилой застройки до леса должно быть, по-моему, расстояние составляет не меньше 50 метров. Если и это обстоятельство учтут, то придется вырубить часть леса. Кроме того, нужно будет перенести и существующую автодорогу. В любом случае, школа будет практически окружена дорогой, говорит эксперт. «Школа будет размещена вот в этом месте, вот так. И вот эта вся стартовая поляна такая будет Г-образная. Вот это все будет удано под территорию школы». Тяжко в этом районе и с коммуникациями, уверен специалист в области земельных отношений Ярослав Смирнов. Строителям практически все придется прокладывать с нуля. «Единственные коммуникации, которые там имеются, это водоводы, которые ржавые. И это будет у нас самый первый объект, который будет получать у нас коричневую воду. Тот район, он проблемный с мощностями электрическими. Точно так же это надо подводить туда соответствующую и канализацию». Эксперты сходятся во мнении, что этот участок не подходит для строительства школы. На их взгляд, в городе существуют более подходящие площадки. Тем не менее, местные власти почему-то выбрали именно эту. Пока свою позицию в городской администрации не озвучили. Дарья Трофимова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.